Проблемы и вопросы предпринимателей Североказахстанской области рассмотрели на расширенном заседании регионального совета с участием Акима области. Положительная динамика развития предпринимательства есть. С 2021 года количество субъектов предпринимательства у нас выросло на 4,5 тысяч. То есть составило на 1 июля 34 700 субъектов. Занятность населения в малом и среднем бизнесе составляет у нас 106 400 человек. То есть каждый третий трудоспособный житель нашего региона работает в сфере малого и среднего бизнеса. Выпуск продукции, если говорить за последние 5 лет, вырос 2,7 раза. Но вместе с тем есть и проблемные вопросы, которые мы должны вместе с вами решать. Мы готовы поддержать, помочь вместе с Атамикем. У каждого предпринимателя была возможность озвучить проблемы и внести предложения. Евгений Золотарев рассказал о трудностях с арендой лесных участков. Этот срок составляет от 10 до 49 лет. Каждая область самостоятельно выбирает длительность аренды. В 2018 году по манужным условиям установлены минимальные сроки аренды лесопользования по нашей области. В связи с этими лесопользовательными областями были заключены договора аренды с сроком на 10 лет. В других областях срок аренды составляет 49 лет. Считаем, что данный факт влияет на инвестиционную предпринимательность. Предприниматели просят рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к имеющимся договорам аренды со сроком 49 лет. Этим займется управление природных ресурсов и регулирование природопользования. Земельный вопрос поднял на встрече директор ТО «Петропавлоэкспресс-логистика» Амангельды Дюсимбаев. Он рассказал, что земельные участки и их аренда, находящиеся в госсобственности и не предоставленные в землепользование, получить очень сложно для сельских предпринимателей, так как действует порог инвестиций, который очень высок. Для столицы и крупных городов, как Алматы, Чиркет, получить хороший участок в городе резервуционно данный пункт позволяет. Однако для этого же села, если кто-то хочет построить уже одну жилотворческую ферму, церковь переработки или еще какой-то объект, он не сможет воспользоваться депутатом из-за высокого порога инвестиций в размере не менее 2 миллионов граждан на НРП. Ему придется участвовать в новой церкви. Предприниматель предлагает пересмотреть суммы инвестиционных проектов в пользу уменьшения для малых городов и сел. Средом интересных предложений выступила Ассоциация отельеров и рестораторов области. Для повышения туристической привлекательности предприниматели предлагают вернуть ряд мероприятий, которые полюбились Петропавловцам и гостям города. Это фестивали КМС-фест и Скарлупина, а также День карася. На эти праздники ранее приезжали сотни участников из других областей и стран. Аким области инициативу по державу поручил управлению предпринимательства включить эти события в ряд мероприятий и предоставить необходимые площадки.